Школа безопасности проводится ежегодно. Уже более 20 лет организаторы мероприятия подготовили для участников захватывающее путешествие. В течение двух дней участники соревнований проходили сложные дистанции и преодолевали препятствия. Комплексное такое мероприятие по детскому спортивному туризму и основам безопасности жизнедеятельности школы безопасности. У нас участвуют практически все образовательные организации нашего округа. Команды целый год к этому готовятся. Это у них как подведение итогов, как они подготовились. Они показывают свои умения в технике спортивного туризма, в навыках жизнеобеспечения в лесу, по правилам оказания первой медицинской помощи. То есть это такое очень грандиозное для нас мероприятие. В слете приняли участие 12 команд. В каждой 8 участников и 2 руководителя. Ребята постоянно готовятся, 3 раза в неделю занимаются. Выезжают в Центр Спас на сборы. То есть проходим постоянно дистанции в школе, что-то придумываем. Недавно, 3 недели назад буквально мы были здесь на тренировочных сборах. Ребята также себя показали с хорошей очень стороны. Все грамотно. Здесь грамотные специалисты, которые все объясняют. Ребята все понимают, все выполняют. Ольга Толоконникова, участница команды «Авось» из видновской школы номер 5, отмечает, что вместе с друзьями сильны в вязании узлов. В длинной дистанции достаточно много этапов, которые мы должны пройти за определенное время. И пронести с собой рюкзак и провести всю команду. У нас очень разношерстная, я бы сказала, команда. Потому что кто-то ходит несколько лет уже, кто-то ходит только первый год. Но нам кажется, что мы все готовы. И ко всем этапам мы достаточно подготовились даже за небольшой промежуток времени. А учащийся Молоковской школы Никита Никитушкин признается, что соревнование – это прекрасная возможность собраться всем вместе и применить свои знания на практике. Проход со страховкой через спуск, подниматься со страховкой, разведение костра. Маршрут безопасности – навесная переправа, спуски и подъемы со страховкой, ориентирование в лесу по карте. Сложнейшие дистанции, которые необходимо было преодолеть ребятам, не нарушая правил безопасности. Мы, как обычно, готовим поляну, окосили, обработали ее от клещей, привозим чистую питьевую воду для детишек, призы, очень красивые кубки, медали. В рамках теоретической части школьники отвечали на вопросы по правилам дорожного движения и противопожарной безопасности. По итогам соревнований первое место заняла Будовская школа номер один. Наталья Буслаева, Юлия Антонова, Александр Логинов, Гюльнара Балаева. Видное ТВ.